всем привет сегодня будет обзор на вот такой интересный фонарик от компании циан sky модель называется p25 это уже вторая версия данного фонаря они немножко обновили и здесь установлен новый светодиод creex hp 70 версии 3 то есть это третья генерация данного светодиода яркость увеличена до 3600 люмен и появилась вот такая вот интересная обработка самого фонаря но не чуть позже панель приходит вот такой коробки то есть 3600 люмен 208 метров максимальная дальность 80 часов это в самых младших режимах возможно будущем будут другие версии светодиода но пока это только белая забегая вперед скажу что это где-то пять с половиной тысяч кельвинов на коробке указано что здесь специальная обработка но они немножко попозже добавили режим эко-мода строп сос полностью металлический также возможно докупить отдельный аксессуар для установки его на оружие то есть это крепление подстроена либо уносная кнопка защита от ударов с высоты двух метров водозащита ipx8 то есть на 2 метра можно погружать в комплекте нас аккумулятор 21700 емкости 5000 миллиампер часов на задней стороне коробки указаны режима давайте посмотрим что было в комплекте в комплекте был такой чехол кабель зарядки usb-c 2 ринга запасная резинка на кнопку темляк на руку ну и макулатура гарантийный талон и инструкция они чуть позже давайте примерим чехол сделано неплохо то есть нигде нитки не торчат такой довольно таки плотный имеет крепление только на ремень жалко что нет моли стропы заходит довольно таки туго закрывается такой вот чехол то что есть комплекте это плюс чехол здесь с двумя резиночками сделано неплохо мне нравится единственное я сюда добавил моли моли стропу чтобы можно было вешать сразу на рюкзак ну теперь давайте сразу перейдем к внешнему виду потому что этот фонарь подкупает именно своей обработкой здесь применено так называемое микродуговое либо микроплазменное оксидирование выглядит реально офигенно камера немножко не передает но это такое покрытие очень похоже на какую-то керамику то есть он прям приятно ощущается в руке у меня ассоциация как будто он такой космический немножко из будущего как будто это какой-то полимер высокотехнологичный но выглядит реально очень прикольно на камеру к сожалению не передать но вот когда в руке держу ощущается и выглядит реально классно корпус алюминиевый с обработкой микродуговым либо микроплазменное оксидирование а считается что намного прочнее чем обычное анодирование бывает кстати в двух разных цветах вот как у меня она немножко подороже но выглядит намного интереснее черный цвет по моему разницу долларов 10 между черным и вот таким также на нем надеюсь будут меньше заметны всякие царапины потому что черное анодирование бывая стирается выглядит не очень презентабельно прошу не путать этой с стон вошь либо там стон бластом каким-то это не обработка пескоструем клипса на сайте производителя написано что там что-то с титаном но она магнитится поэтому клипс остальное просто заматированная под титан кнопка металлическая имеет в себе индикатор сзади кнопка включения выключения тоже сделано под цвет фонаря выглядит прикольно давайте посмотрим размеры длина фонаря 145 миллиметров в самой толстой части то есть победили мерю это 28 миллиметров взвешиваю с аккумулятором 171 и 4 грамма давайте вытащим аккумулятор весим без него так отдельный аккумулятор весит 72 и 8 граммов кому-то интересно и фонарь без аккумулятора 98 и 7 грамм фонарик без проблем стоит на хвосте то есть при желании можно поставить рассеивать или использовать его в качестве какой-то кемпинговой лампы для подсветки в лагере инструкция на двух языках китайский и английский так не описано режима и графики то есть видно что все режимы стабилизированы с turbo идет сброс где-то через минуту получается до уровня high и потом он несколько часов работает в уровне high то есть 800 люмен у вас на 2-3 часа после turbo обеспечены действительно стабилизированный режим я проверял то есть он держит эти режимы без падения яркости по мере разряда фонаря он просто перестает включать старший режим то есть он включает и быстро падает на например там low либо эко режим вообще когда у вас аккумулятор полностью сел поэтому режимы полностью стабилизированы он не снижает яркость а действительно держит его до последнего потом уже просто переключается в младший режим по поводу оптики здесь стоит закаленное стекло с просветлением рефлектор апельсиновая корка я уже сказал светодиод xhp 70 версии 3 цветовая температура примерно пять с половиной тысяч кельвинов у этого фонаря очень широкая засветка получилось реально был удивлен это не тактическая шила какое-то которое бьет в одну точку с ним довольно-таки комфортно оказалось гулять по лесу потому что он освещает и под ногами и довольно-таки далеко может пробивать потому что не два разных угла то есть это 20 где-то 26 градусов и градусов 85 вот эта засветка широкая то есть для каких-то прогулок по лесу вот мне показался отличный вариант потому что вы видите то что у вас под ногами и довольно-таки далеко он светит что общем то дело это довольно таки универсальным в использовании то есть это не какой-то узконаправленный специализированная подпольная фонарь а действительно универсальный какой-то фонарь для туризма кемпинга для дома потому что здесь есть довольно простое проявление об этом чуть позже поэтому фонарь довольно универсальный получился фонаре присутствует термоконтроль все режимы стабилизированы это прям очень хорошо максимальном режиме то есть в режиме хайба 800 люмен он может работать без проблем 3 часа это прям реально отличный показатель понятно что в турбо он сбрасывает яркость где-то через минуту по таймеру либо термо отсечка срабатывает то есть у него здесь и по таймеру сброс есть и термо отсечку таймер на самом деле я бы убрал потому что холодное время года можно было бы использовать турбо режим по максимуму потому что понятно что когда жарко он перегревается он очень сильно нагревается в турбо режиме говорю сразу но если на улице будет холодно я думаю что турбо проработал бы не минута больше также в этот фонарь добавили режим эко это 5 люмен он в общем то без проблем позволяет вам светить где-то на метр на два то есть под ноги вы с данным режимом без проблем можете светить при этом работает он в нем восемь десять часов также заметил что в данном фонаре в режиме сос яркость падает до 200 люмен это интересное решение для того чтобы продлить срок службы батареи потому что обычно фонарях он работает на максимальном режиме и не так долго то есть когда он нужен сос это возможно потребуется на несколько дней поэтому то что яркость сбрасывается немножко я считаю что это плюс в турбо режиме как я уже говорил фонарь работает около минуты потом он очень сильно нагревается и сбрасывается по таймеру либо по термоконтроле здесь двойная защита стоит включить его повторно если он горячий не получается он сразу переходит в режим high турбо режим очень мощный фонарь в нем очень сильно греется им без проблем можно развести костер поэтому для безопасности я бы откручивал хвостокрышку потому что здесь нету программной блокировки управление довольно-таки простое очень напоминает феникс на самом деле как и многие элементы в данном фонаре почему-то у меня все время остаться с фениксом не знаю почему здесь две кнопки кнопка включения выключения можно работать и без фиксации то есть пол нажатием то есть нажимаете без фиксации для того чтобы либо подавать какие-то сигналы либо кратковременно включать фонарь и даже кнопка для регулировки и переключения режима то есть данный он включает эта кнопка переключает режим также в данную кнопку встроена индикация уровня заряда батарейки на три секунды загорается фонаре имеется четыре базовых режима то есть slow medium high и turbo для того чтобы перейти в режим стробоскопов нужно зажать и удержать кнопку в течение одной секунды вот он в режим струбы вошел зажимаем удерживаем в режим сос вошел чтобы выйти обратно просто на один раз клацаете на кнопку и попадаете в обычный базовый режим здесь добавили режим и к экономичный для того чтобы включить из выключенного состояния зажимаете эту кнопку включаете фонарь то есть вот это режим и к он его запоминает память режимов работает только на базовых режимах и на эко режиме но turbo не сохраняется то есть я вот сейчас выключил turbo включая он загорается в high turbo включая выключая загорается в high также нет памяти режимов на стробоскопа что довольно странно для тактического фонаря так фонарь запоминает режимы даже если извлечь аккумулятор теперь давайте поговорим про питание в комплекте с фонарем поставляется фирменный аккумулятор емкости 5000 миллиампер часов он имеет встроенный порт зарядки usbc а также индикатор заряда когда он заряжается горит красным когда заряется полностью горит зелененький ток зарядки достигал где-то полтора ампера где-то 1.2-1.5 ампер получилось и время зарядки общего у меня вышел где-то 3 часа 50 минут к сожалению нету внешнего порта зарядки это было намного удобнее чтобы каждый раз не доставать аккумулятор то есть если был бы порт зарядки на корпусе было бы поинтереснее пружина в хвосте двойная позолоченная то есть две пружинки при этом внутри у нас контактная площадка что странно потому что они позиционируют как фонарь как тактический интересно как он держит отдачу то есть у него есть аксессуары в виде выносной кнопки либо крепления под ствол оружие при этом пружины здесь нет интересно насколько долго он проживет при сильной отдаче ну а далее ночной тест и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добротный, яркий фонарь С очень простым управлением, которое можно просто дать человеку, который далек вообще от фонарной какой-то темы И он разберется Здесь одна кнопка включения и кнопка переключения базовых режимов Все, здесь больше нет ничего То есть абсолютно простое управление В общем-то, как у Феникса того же самого То есть данный фонарь не отпугнет какого-то человека, который не хочет заморачиваться управлением Тактически здесь только внешний вид Ну такой, действительно интересный дизайн и покрытие, как я уже сказал Вот, поэтому, надеюсь, обзор был полезен Ссылки, как я уже говорил, оставлю в описании На Алиэкспресс и на сайт производителя Не забывайте подписываться на канал На телегу подписывайтесь Всем спасибо за просмотр Пока-пока